Спасибо, Дима. Всем еще раз доброго времени суток. С вами вновь Баффик и Каспер, и мы вновь смотрим Доту. Вновь Дота, которая, к сожалению, ничего не решает. Да, потому что матчи, которые что-то решают, осталось очень и очень и очень мало. Мы вот тут методом несложных математических анализов выяснили, то что, ну, возможны переигровки чисто математические, там, между Secret, Liquid, Vega и Imperial со счетом 5-4, например. Но должно случиться чудо. Чтобы так было. Да, ну, просто Vega нужно взять последнюю карту, осталось взять, да, Imperial, там, 2 нужно взять карты, а Liquid и Secret нужно проиграть по 3. Что уже затруднительная, как мне кажется, задача немного. Да, вызывает, мне кажется, волнение. Да, Virtus.pro и Adfinum мы их поздравляем, они уже в стадии плей-офф. До Virtus.pro еще ребятки могут некоторые добраться, хотя бы к этому сейчас, вернее, скоро должна быть последняя встреча, во время которой они все-таки, да, вот против Liquid у них, кстати, она будет. И если ВП побеждают, они 100% уже на первом месте, их уже даже гипотетически никто догнать не сможет. Ну, ладно, давай проверим, кто на ком будет у нас играть сразу же. Escape Gaming, Sin, D, Ren, Warlock, Era на Bloodseeker, Койква, Life Stealer, Ябзор, Зюз и Кезу, Legion Commander. Команда Fantastic Five. Ремен сыграет на Шейкере или Дан. Морфлинг, Йол, Клокверк, БЗЗ, Пугна и Лолик на Бэтрайдере. Так, сразу, сразу, сразу просьба нашему оператору, камерамену, показать Пугну. Мне просто хочется посмотреть название сета, чтобы я его сейчас вбил. Я понял, что ты хочешь посмотреть. Golden Nether Lord. Понял. Я знаю, что ты хочешь посмотреть, даже, Роман. Да, я знаю, что этот сет стоит каких-то баснословных денег, но учитывая то, что он self-made, это понятное дело. Это вообще, собственно, сет, который для БЗЗ-то и делали. Да, это один экземпляр единственный. То есть, конкретно self-made, такого аналога нет. Да, да, да. Но, в принципе, золотой это большая-большая редкость. Вот. Это и Синдерен подметил. You're a beautiful, БЗЗ. Да, вот, вот, вот. Ты прекрасен. Я о том же. Я знаю, о чем говорю. Я немножко знаю все-таки толк в шмотках. Но Синдерен тоже неплох. По виду. Ну, видимо, тоже он немножко увлекается. Вообще, я тебе скажу по секрету, что среди игроков просто огромное количество людей, которые интересуются вот такими предметами внутриигровыми. Ну, конечно, это прикольно. Ты как-то разнообразить можешь игру свою, да, немножечко. Да, это интересно, это прикольно. Мне очень понравилась когда-то идея, когда они добавили калькулирование, там, убийств на героя, каких-то определенных, там, фишечек, там, торрент по трем героям и все такое. Это реально круто. То есть, у тебя есть какой-то даже стимул иногда набить побольше, например, вещей. Я все время так на Баунти Хантере угорал. Да, но я нашел один браслет только лишь за 420 долларов на маркете. Ну, я думаю, что теперь можно прекрасно сложить 2 плюс 2. Да, ну, короче, дофига тысяч долларов, скорее всего, стоит этот комплект. Там кто-то говорил, что что-то в районе 5К, но я могу ошибаться, поэтому вы уж извините. Ну, такая минутка экономики дотерской у Каспера. И у нас Кезу бьет физиономию Йолу. Как-то Кезу вообще не парится о том, что Йол на него напал. Ну, Йола, если не ошибаюсь, да, первый уровень, понятное дело, и особо ничего сделать не может. И Лидан вообще никак не помог своим тиммейтам, он просто крипов бил под вышками. Вообще, интересная дабла это. Зевс плюс Легион Коммандер. Угу. Ну, вообще, интересно видеть вот этот вот суппорт Зевса. Так, у нас тут Лолик улетает. Понимает то, что Варлок и Лайстиллер сбить телепорт никак не могут. Ну, из мида выгнать Бладсикера очень тяжело. Вот, чтобы не говорили про то, что, ааа, это герой для пабов, ха-ха-ха, что вы за фигню напикали. Но конкретно один на один это тоже очень противный персонаж. Потому что он отжирается от крипов просто очень-очень сильно. Если ему не мешать, то можно его просто физически никак не выгнать. Он просто стоит, ему на пофиг. Он избивает Йола, он ждет, когда закончатся Коги. И сюда, мы видим, перетягивается еще и Зюз. Мне кажется, как Йо просто подходит, ставит Коги и уходит. Просто в судействие. Причем он ставит их там, как они оттолкнуть, пытается. Он просто замыкает героя в них и уходит. Ну, он, возможно, надеется на то, что персонаж будет пытаться выходить как-то и удариться таким образом. Но, как мы видим, Эра не глупый, он просто сидит внутри и поэтому никакого урона не получает и все у него замечательно. Смотри. Совершенно верно. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. First Blood для Эры. Вот и твои слова подтверждаются на деле. Неплохо. Спасибо. Спасибо, Алексей. В погоне пока за Лоликом. У него уже откатился телепорт, поэтому, я думаю, если что, он не побоится им воспользоваться. Это хорошая сложная линия Битрайдера, просто ты, типа, когда телепорт делаешь и все. Ну, да. Причем ты можешь сразу подвышку, знаешь, его делать, ибо противник будет думать, да ладно, что мы его будем бить, он же сейчас улетит на базу, только время заря тратим, давай не будем бить, а он подвышкой и уже опять у вас где-то тут на линии тусуется. На Кезу вновь напали. Копия хорошая. Или дан. С вейформы. И, наконец-то, минус для Fantastic Five. Ну, Роман, нужно перекрывать путь, конечно же, Зевса. Он это и делает. Замечательно. Еще и дерево туда построил. Вырастил. Угу. Я бы сейчас хотел бы выйти, да не может, потому что там растет дерево. Что там, дом еще нужно построить и сыны вырасти, да? Правильно. Ну, с одной ачивкой я уже справился. Ну, и Роман тоже. У нас немного разные профили. Ну, ничего. Так, Кезу. Третий уровень. С топориком. С щитком. Очень плотная легионка. Пять брони. А, еще колечко, кстати, на броню. Вот, то, что мы отмечали, когда с Sunlight'ом комментировали. Там Tide Hunter был без колечка. Его очень сильно пробивали. Ну, да. Tide Hunter без колечка. Что он вообще там забыл на этой линии? Клокер умер об нейтралов. Ой, да ладно. Опять люди умирают об нейтралов. Что ж такое там? Как это вообще возможно? Ой, еще Огры могут помочь и обзору немного. Либо и обзор просто забьет и пофармит этих Огров сам. Он просто забьет. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз раз в девятнадцатый, наверное, мультик, если кто не знает, о чём идет речь. Ну, там реально нечего смотреть уже. Особенно в летний период, когда у тебя там по шесть перелётов, ты просто сидишь и уже эту библиотеку знаешь наизусть. Это тяжёлая жизнь комментатора. Не, есть хорошие моменты, конечно, есть и плохие. Тут всё в меру. Надеюсь, когда-то скоро изобретут телепортаторы. Можно будет по фастику перемещаться между локациями. Ну, боюсь я, что в наше время будет сложно до этого дожить. Ну, да. Смотри, в центре байтит сейчас БЗЗ. И круто всё получится. Мне кажется, выходит Шейкер. Нужно взять хорошую фиссуринку. Хотел бы сказать то, что Эра очень грамотно отбежал. Фантастик 5, видимо, вообще этот расклад не учитывали, то что Эра может побежать именно в эту сторону. И смотри, что делает Бладсикер вообще. Хотя РМН обходит его с фланга и может перекрыть реку. А, тут ещё и Лолик прилетел. Да ладно. Вся банда собирается. Койква на Лолик. Ой, какая фиссура шикарная получилась. Но Лолика нет фаерфлая. Это минус. Это как зомби в фильмах ужасов. Они просто через стенку пытаются до тебя дотянуться, но у них не получается. И только тонкая грань разделяет тебя от этих извергов. И вот он, наверное, бежит. Побежал дальше. Самый эффективный метод ухода от героев команды Escape. Просто бежать? Да. Ну, смотри, Койква встречает опять Лолика. Ну, это уже косяк на самом деле. Тут он, наверное, должен умирать. Тем более, что по Клокверку ещё попали Ванды. И Ёл так Крипчиков стоит, добивает. Не взначай. Да, ракетки ещё закидывает. Ну, 2-2. Седьмая минута. Но по Крипстату мы видим то, что и Лайфстиллер, и Блодсикер, и даже Легионка в полтора раза больше имеют Крипстат. Это немного настораживает. Ибо эти персонажи, конкретно вот эти три, они начинают активно драться и эффективно драться. Очень-очень рано. Что Сикер, что Найкс, что Легионка. Там просто Легионке дай блинк, Найксу Армлетт, и Блодсикеру да чего угодно. Да, это, кстати, сильные стороны этих героев, которых обычно не любят в проиграх использовать конкретно на топовом уровне. Но у них есть такие плюсики. Да, потому что они питаются от драк, они становятся сильнее за счёт этого. Я вот как раз же про Блодсикера, про того же Зевса, который в постоянных махачах ману что-то тратит. И Легионка, которая получает урон с этих всех дуэлей. То есть все эти махачи, они делают только сильнее этих персонажей, если вы, конечно, дерётесь хотя бы плюс-минус ровненько. Просто на соревновательной сцене их берут редко, ибо если ты не засноуболил, то тебе тяжело возвращаться в игру. Механика камбэка, конкретно этими героями с такими заклинаниями, она очень слабая. И, как ты правильно отметил, возвращаться реально тяжело. Да и играть, в принципе, если уметь против этих героев конкретно, намного проще от них как-то уклоняться, стараться избегать драки, возможно, и так далее. Ну, в пабе всё немножечко по-другому, правда, работает. Ультимейт от Блодсикера по Лолику. Больно очень Лолику, и никак не убежать. Тебя просто добьёт Зевс. Так и есть, ябзор. Зарабатывает 331. А тут Кезу. Еле живой. Кажется, ушёл. И да, действительно ушёл. Роман Фисурка перекрыл в итоге и своих товарищей, и добежать до ЛЦ они не смогли. Обидно. Ну, по Крепстату. Видишь, у Эскейп всё замечательно, чего не скажешь про Фантастик Файв. Три героя команды Эскейп лидирующие позиции занимают по конкретно Крепстату. Бзз. Бзз. Вот он пошёл, бзз, в своём золотом сетике за кучу долларов. Ну, знаешь, у тебя такой золотой парашют имеется на случай чего. Всё, не сложилась карьера игрока. Пошёл, сетик продал. Купил машину. Так нельзя же продавать. Ну, как сказать. Формально нет, конечно же. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Не, ну, на внутриигровой площадке, ну, в смысле, на Steam Market можно, почему нет. Но ты не выйдешь в деньги никак. Ну, естественно. Я про то, что продать-то теоретически можно. Теоретически можно. Так, у нас тут эра пошёл. Ну, смотри. Реально, по игре сейчас. Перемещение команды Escape, они нравятся. Правильно действуют Escape. Это видно по гриппстату, это видно по их общей ценности. Даже если её посмотреть, я думаю, будет чётко видно. Где-то Morph пытается затесаться в эту компанию дружную. Но у Morph'а, откровенно говоря, очень мало денег. Для такой-то минуты тоже. Zeus убивает пугну. Ультимативная уже у Zeus была. Да, и вот теперь начинается самое весёлое. Когда вот эти бладсикеры и легионки начинают перемещаться активно по карте и цеплять героев. То есть здесь, то там. У сикера кулдаун на последний не самый большой. У легионки точно так же. Там по минутке ребят буквально могут задерживаться. Вот это фарм крипов, фарм героев. Фарм крипов, фарм героев. Причём, смотри, использован глип фортификации. Синдерен. Голема роняет. Говорит, я эту вышку добью. Как ни крути, но я с ней справлюсь. И ведь справился. Правда, голема на это потратил. Не знаю, насколько это было верным решением. А с другой стороны, чётко как-то драк пока не предвидится. Поэтому можно, наверное, и голема потратить. Ну и пусть. Кезу на верхней линии. У Кезу одна задача. Выформить себе блинк сейчас поскорее. Если при этом можно будет ещё убивать героев. Замечательно, да. Кстати, там стоит обсервер. Сикера было видно. Там сразу и пинги пошли моментально в эту зону. И Морф сразу же свалил. И оказывается на нижней линии. Где сейчас действительно безопаснее всего. Там почти никого нет. Ну там Лайвстиллер. Но это же Лайвстиллер против Морфа. На такой минуте, думаю, вряд ли Некс ему что-то сделает. А там, обрати внимание, Шадоу Блейд на подходе у Койквы. Интересное решение, кстати. Зачастую мы привыкли уже к билду через Рамлет. На этом герое Хасаблю. Койква принимает иное решение. Чем оно обосновано, реально. В ССС, смотри. Да, Зевс тоже говорит, кстати. Бзззз. Что там? Бзззз. Нижнюю. Бзззз. Верхнюю. Ну так-то 3 кила уже у Зевса. Форстаф не за горами. Вот тебе и Зевс. Пошли в сложную вдвоем. Стояли. Так, а у Сикера там рецепт еще на что-то лежит. Может быть Мидас, может быть не Мидас. Да, это все-таки Мидас. Ну вот, чтобы не отвлекаться от, скажем, фарма. Вернее, если ты отвлекаешься часто на убийство героев, у тебя хотя бы способ пофармить есть. Небольшой. Да, Койпа. Рейд Штупаут. Так тактично в моего вопроса ушел. Копок. Я только не понял. Извини, извини. Зачем ему Shadow Blade-то в этой ситуации? В смысле? Они собираются драться. Все. У них Full Five Fight Mode. А чем тебе Армлет не для драки? Не, ну Армлет он все-таки, знаешь, для этих. Ты не можешь подкрасться никому. А здесь такие герои, которые... Ну, просто нет ни одного человека, который мог бы служить в качестве инфестбомбы. Пока что. То есть может быть теоретически Легионка, когда у него появится блинг. Но и все. Ну, тут с другой стороны и Сикер, по идее, и Инициатор. Он просто ультимейт дает. Кеза побежал. Да, тагер нужен Легионке, это явно видно, и его не хватает. Еще и неплохо так не атакует БЗЗ. То есть ты атакует это назвал, да? Пытался надрейнить, но, в другие слова, они не очень хорошо подходят под эту историю. Да, вроде как нельзя лучше. Четвертый килл. Там внизу, да, тем временем для Ябзора фраг, мы видим, зарабатывается. И Кезу решил дуэльку в этой ситуации не тратить. Ну, возможно, опасался, что там... Он и так понимал, что Шейкер не один. Да, я думаю, почти дотягивался. Ну, мог бы сделать пару лишних шагов и реально дотянуться. Так, сейчас, кстати, уже на них идут. Ф5, если посмотреть. Подтягивается на верхнюю линию. Тут и Пугна. Ёл, хукшот. Все это по Легионке. Ну что, там Голем пошел. Вот теперь и Голем. Да, действительно, сбивает в итоге все, что можно БЗЗ. А здесь и Койквич появляется. И вот теперь у Пугны Траблы. Ой, больно. Ой, мама. Очень больно. И Ябзора добивает ультимейтов. Легионка даже заултить не успела. Летает Бэтрайдер. Но и, собственно, улетает. 8-2. Вот этот постоянный махач. Вот этот постоянный экшен. И Морфлинг. В таких ситуациях он очень сильно не любит подобные сценарии. Потому что это не боевой герой на ранних уровнях. Он может единственной, я не знаю, вейформой как-то помочь. И все. Да, не более того. ПР есть ультимативная. Так что Морфлингу лучше не высовываться. Морф там вообще сейчас развалится. У него просто залетит Рапчур. И Морф умрет, сделав два шага. Потому что там хитпоинтов остается очень мало. Слушай, ну как-то Иридан прям вперед пошел. Атакует Синдерна. Возможно, урона и хватит. Тем более, здесь есть Йол. Да, Синдерна погибает. Можно и Големчика добить, кстати. Да, тоже халявка. А тут Рапчур, правда, подходит Легионка. Есть ультимативная дуэль по Морфу. Сумеет ли добить до окончания ее? Да, зарабатывает себе урон Легион Командер. И Йола тоже убивает Лейфстиллер. Да, и еще внизу Зевса у нас там забрали. Но знаешь, тут гибнут Морфы. Вот эти Клокверки. Вроде бы не самые последние персонажи. Хотя, ладно, Клокверк предпоследний. Но не самый последний. За Зевса тоже немало насыпали. Вот можно нам Enter нажать. И мы посмотрим, сколько дали за килл Зевса. Да, у Зевса, извините меня, Нетворс выше, чем у Морфинга. Что бы ты понимал. Вообще, 4 топовых Нетворса на карте. Это команда Escape. Там и Варлок скоро доберется. 10 тысяч преимущества. 14-ая минута всего лишь. И Escape какие-то невероятные темпы набирают. Ну вот, где были эти Escape, когда они играли до этого? Может быть, правда, они там так и пытались. Не знаю, надо будет проверить. Вот эти герои ты пишешь, да? Не, герои нормальные. Я тебе говорю, что плохих героев, ну, их трудно найти. Они могут быть плохими в определенных ситуациях. Вот в этом можно такую поправку постоянно делать. Да верно, верно. Тут поймали, кстати, Синдерона. Убивают его. Ну, вот такой легкий килл. Дешевенький. Зевса БиВейл собирает. Ну и понятно. Да, Зевсу не помешает. Какой-то в Шадо Блэйде бегает, ищет. У него еще Эхо Сайбер на подходе. А там еще один дуэль, да? Да, и убьет. Пугну еще немножечко урона, зарабатывает Кезу. Да, уже 24-я вторая выигранная дуэль. Причем, не забываем, то, что и обзор. Забафанный Зевс под Блотсикером наносит значительно больше урона. На 40% больше урона. Там, правда, с тех пор, как это был лютый, прилютый абуз, было время, когда эта связка была во всех пабах страны, просто потому, что Зевс бил на всю карту с вот этим бонусным уроном 40%. Потом починили... Так. Да, он, Дарьмен пишет уже. Бить БЗЗ 10 раз подряд, чтобы получить его золотой сет. Так вот, что я хотел сказать. Да, 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 ты хотел сказать нам про... То, что потом со временем... Абуз. Да, сделали так, что цели, которые находятся в рейнже более 2000, кажется, юнитов, они теперь не получают этот бонусный дэмэдж. Но! Зевс в упор, кастует не хуже. И вот сейчас она забегает ЛЦ, вновь дуэль... Еще одна дуэль, слушай. Третий раз подряд выигрывает дуэль Легион Командер. Еще урона заработали. И на Йола Рапчер Йор тоже... Йор. Йол тоже погибнет. Там Голем прилетает. Элидан, кстати, круто все сделал. Под Голем и не попал. И улетает, да, блин. На перекачке, все дела. Смог скрыться, но от этого его нетворцы не особо сильно хорош становятся. Ну, 5300, это, конечно, не там 3000, но все же мы видим, что там у Сикера 7700, 7300 у Лайфстиллера и по 5500 у Легионки и даже у Зевса, который вроде как четвертая позиция. Да, все равно уступает Зевсу. Обидненько. Вроде как и килл сделал, молодец. Ну, кроме этого, ему ничего не скажешь. Ну, то есть, молодец. Кстати, Virtus.pro доиграли последнюю свою встречу и со счетом 8-1. Молодцы, парни. Просто молодцы. Выходят с первого места. Первое место в группе занимают. И таким образом они, насколько я помню, выбирают себе оппонента и среди оставшихся трех команд. Это очень крутой бонус, потому что ты можешь подобрать себе команду, подходящую по плейстайлу. То есть, если ты чувствуешь, что она, например, не в лучшей своей форме, или если ты конкретно против этого стиля готовился заранее на этом групповом этапе и так далее, и так далее. Вот не знаю, возможно, греки выберут ВП, хотя греки в неплохой форме конкретно на этом турнире находятся. Вот если вспомнишь квалификации саммита, там греки не составили труда для Virtus.pro совершенно никакого. Но конкретно здесь мне греки понравились. То есть, как будто они все бросили, все силы на этот турнир. Не знаю. Тем не менее, мне кажется, что именно они сейчас будут самыми слабыми среди всех вот этих коллективов. Там, Liquid Secret, например. Например. Я не списываю, конечно, со счетов Вегу, но Вега может выйти только в случае, если другие команды налажают. Верно, верно. Сами они уже практически все сделали. Ну, либо они сейчас проиграют последнюю встречу, и тогда... Ой, ты как-то опрометчиво прилетел Эра, простите, я тебя перебил, но он попадает под лассо. И его убивают. Да. А там, кстати, не Эхо Сейбр. Там Оркет появляется. Нормально. Против Марфа это реально очень крутая штука. Так, пошел есть людей. Но надо бы, наверное... Может, Варти, не знаю, разбить как-то Копперк. Кошот. И хорошие Коги получились. Варлока заберут. Слушай, так вы... Вы говорили. Фантастик Файв-то нормально, что держится. Да, плохо держится Эскейп. Они вообще какую-то сейчас фигню сделали. Ластилер куда-то полез вперед. Как будто ты не знаешь то, что Пугна может кинуть Декрепифай на Вард, и ты его не сможешь сломать. Да? Ну, да. Да, так и работает. Именно так. Таким образом он просто всю свою команду подставил. И... Что-то можно еще ему добавить. Так, Флэймбрэйк залетает. Кой-кой продолжает преследование. Йол попался. А-а-а, попался, который кусался. Ну и тут Декрепифай на Йола. Коги хорошую ставит Йол. Но, правда, прегает Кезу, у которого уже есть. Блинк Даггер. И еще одна выигранная дуэль. Параллельно Морфила проехался немного по Зевсе. И возвращается. Минус вышка будет в центре. Ну, вроде как нельзя назвать это пока что камбэком. Но определенную пощечину только что Фантастик Вайф выписали. Такую плотнейшую, знаешь, затрещину. Прям реально неплохую. И Иллидан делает ТП. А вот, если возможно, сбить практически. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Практически получилось. Чуть-чуть не хватило. Батрайдер какую-то такую интересную позицию тоже занимает. Можно и погибнуть. Прожимает Firefly. Кезу фармит. Лолик что-то прямо на небезопасную дистанцию подходит. Причем он один. Вообще никого рядом нет. Кезу. Лолик продолжает на него гореть. Еще и лассо использовал. Ну, бьет его просто сейчас. Ну, похоже на то. Кезу еще Нитрайчики немного помогают. Еще одна тычка залетает. Там еще Иллизия Батрайдера также помогает. И это минус. Это реально смешно. А, юл есть у Bloodseeker, разбивает телепорт. Лолику... Правда, плохой тайминг был. И в итоге на Лолике даже Сайленс не висел. То есть Bloodseeker немножко с Bloodright накосячил. А вот и Орхид. О, здравствуйте. Привет, морфлинг. Да, круто. Круто получилось. Ну вот как раз Лайстиллер с таким билдом, он реально смотрится очень хорошо. Именно против морфа. Ибо у морфлинга единственная неуязвимость, ну вернее слабая сторона, хотел сказать, это именно Сайленс. Но с появлением Линкен Сферы будет чуть попроще. Потому что хотя бы качественно зафиксировать Лайстиллеру будет тяжело, пока у него не появится, например, Абиссал. Наклокерка внизу выходит, судя по всему. Что там у нас на нижнем линии, друзья? Наклокерка выходит внизу. Да, его должны убивать. Пока Йол жив, Фиссуренка в поддержку. Йол, Сайленс. Ну знаешь, дождались, пока Легионка прибежала. Еще одна выигранная дуэль. А сколько уже? Что здесь? 66. Неплохо. Неплохо. Очень даже. К такой минуте хороший показатель урона. Угу. Действительно качественно. О, а тут еще и Зевс. Смотри, говорит. Господа. Я нашел, кажется, нам клиента. Да, БЗЗ клиент на оформление. Фарлок прям очень нагло действует. БЗЗ понимает, что что-то не так. Идет, попытается в ответочку навесить. Но еще ударчик нужен. Хорошо. Хорошо. Там просто Зевс едва не умер от... Он очень не хотел давать последнюю молнию. Боялся погибнуть. Да, он реально очень опасался умереть. Потому что Незервард уже стоял. И было очень больно. И вот она. Вот она, Линкенсвера. Ну, сейчас немножко можно выдохнуть относительно Лайфстилера. Но он может теоретически там повесить Open Wounds, да, и быстро Орхид. Но просто под него нужен тогда теперь фиксатор какой-то. Потому что Морф может просто бежать так пешком. Да, да, да. Лайфстилер его просто не сможет убить. Совершенно верно. Так, Койква. Пока ничего нового. Еще золото. Накопил нового. Вообще, мне кажется, Escape избавили обороты. Может быть, немножечко вот эти киллы от Fantastic Five их всадили. Ну, вероятно. Заметно, что не так часто они уже агрессируют. Хотя вот эти поодинокие вылазки даже от Зевса и Варлока сейчас наверху, они случаются. Но вообще побольше нужно агрессивных вардов ставить. Там один есть во вражеском лесу, зелененький. Но на этом все и ограничилось. Нужно продолжать давить. Я не знаю, забрать Рошана по возможности. Что там Fantastic Five могут на этом Рошане сделать? Ну, в теории, правда, помешать могут с шейкером каким-то, с блинком. Но вот у шейкера там что? У него хоть что-то есть. У него там 4100. Да, не знаю. А, есть уже блинк. Вот теперь тогда нормально. Да, вот теперь есть смысл его бояться. Ну, а что до этого тогда боялись? Ну да, мешкали очень долго. Escape. Время очень важный момент в доте. Возможно, один из самых важных. Это вот просто поймать хороший тайминг. Выйти, когда у врага кулдауны. Там, не знаю, нет артефактов. Вот сейчас... Синдерон просто какая-то игрушка для избиения. В этой игре. Катераз же погибает Синдерон. Четвертый. Ну ладно, не так-то и много, в принципе, для него. У меня есть, кстати, дома плюш Варлока. Как раз действительно игрушка для избиения. Надо Синдерону подарить. Надо, надо, надо. При этом иголками потыканную, да? Мол, я тут немножко денег залил. Да, она видит. Смотрим. Ну, понимает, что у него линка. Здорово получилось. А дальше? Есть Рапчер. ТП от Тридана нет. Никуда не денется. Вот так вот. Ну, правильно. Вот прокликали морфа, увидели то, что есть линкеносфера, поняли приблизительную схему действий. Вообще, могли начинать и с Рапчера. То есть, можно было поесть Рапчера. Там, даже если бы он ушел в линку, Лайстиллер бы сгрыз под замедлением. Ну, Рапчер тоже неплохо. Езо. Ну, один остается против двух героев. Подходит еще два героя команды Фантастик Файл. Он при этом еще выигрывает дуэль и зарабатывает урон с Шейкера. Но погибает, понятное дело. В целом, он выжил максимум из этой ситуации. Да, конечно. Там четыре героя на него перетягивалось. Это отличная возможность для Лайстиллера внизу немножко побегать. У него там уже 10800. Просто кто потом будет убивать Лайстиллера? Вряд ли это будет Морф. Ну, хотя, ладно, Морф может всех поубивать. Бесспорно. Но пока он еще не дошел до той кондиции. С другой стороны, если мы внимательно присмотримся к конкретным числам Нетворса, то разница между первыми шестью или даже семью позициями, она не такая и большая. Согласен. То есть, это там 2000, там 3000. Три уже, конечно, чуть более ощутимо, но вот двушка, там одну драку, все. Ты уже косарь отыграешь. Собирается, по-моему, на Рошана. Парни из Escape. Синдерен ставит вард. Ну, пока нет Лайстиллера, я не вижу его рядом, он вообще вверху находится, поэтому это просто такой Крузейд поставить варды чисто. Ничего более. Возможно, кого-то в миде еще поймать. Йола видят. Ну и как же больно делает ему Зевс. Не хватает пока урона, но вешается Fatal Bounce, и тут, конечно, товарищ погибает. Прилетел Бэтрайдер. Хорошо. Подставил под этого парня. Хватило урона, хватило. Да, причем просветка уже такая посмертная была использована. Слушай, а Синдерен-то пришел, нет, бояться, бояться. Видят там, что и Зевс подтягивается. Зевс грозный. С ваилом 13 уровня. Напомню, что это не какой-то Кор там Супер Зевс. Он просто стоял даблой с легионкой в верхней линии. Но очень много киллов сделал по игре. Три с половиной тысячи там, кстати, у кого? У Сикера только что я наблюдал. Да, действительно. Он уже давно ничего не покупал. Ну, вот эти радианцы, да ладно, не гони. Зачем, дружище? А гони мы пугны, пожалуйста. Тоже хорошее приобретение у БЗЗ. Купи башар, Сикер. Я не знаю, да что угодно купи. Но что-то будь полезным. Просто если это вот этот с радианцем Сикер, ну что он сделает? Кого он там перебить собрался? То есть Марфу реально пофиг объективно. Пугнул, который будет сейчас отсутствующий кулдаун на лайфдрейне. Пугне тоже плевать. А мне Дагон нравится. Дагон? Мне тоже нравится. Потому что тот же Шикерос, ему сразу крышка. Да много кто. Тут еще и вейл даешь, пошел в атаку. И в декрепифай еще можно кому-то жахнуть. Вот, ба-бах, ба-бах, ба-бах и все. Спасает кого-то, например, Пугна, декрепифай, своего героя, этого союзного. И не совсем спасает. А тут ба-бах тебе и прилетает Дагон пятого уровня. Да, не поспоришь. Так, у Лайстилера уже Блад Торн почти готов. Линза, мы видим, приезжает Бэтрайдеру. Радикальным образом вряд ли что-то поменяет. Слушай, у нас тут Фантастик Файв придумали какую-то интересную агрессию. Ёл. Оп, прыгает Бэтрайдер. Затаскивает Эру, думал я, но нет. Хукшот хороший, по двум героям приходится. И смотри, он замыкает одного и второго в Коге. Правда, сам погибает. Там команда немного не поддержала. Варлок молодец. Это Варлок сыграл. Видел как? Он просто дал голема на подход. Да, действительно, неплохо обрезал. Но здесь контратака. Правда, не думаю, что получится убить абсолютно всех. Койква отступает. Идут дальше драться големы. БЗЗ высасывает. Просто высасывает Зевса. Но здесь дуэлька. И минус. Пугно. От морфа прячется Зевс. Форставчиком Ябзор уходит. Хороший путь избрал. А тут никак не помешать. Причем он так, знаешь, сбил Лингу. Как будто было чем ТП сбивать. Ну, это яростное сбитие Линки. Там 94 единицы урона у Легионочки. Да, на такой минуте это ужасный показатель. То есть ужасный для команды Фантастик 5, естественно. Ужасно хороший. Верно. Интересно, что собирает себе Кез. Главное дело, что он такие комплименты не делает. Хорошо, Роман. Я запомнил. Окей. Совет от Романа. Лепехера. Ну, может попытаться оспорить его как бы. Я один раз попытался. Так вот, что собирается Белегион. Командор, видимо, это будет БКБшечка. Ну, или же гоним. Пытаюсь тебя забывать просто. Блин, молчит сидит. Не ведется на байт. Я смотрю, смотрю, смотрю. Терпи. Прыгают на Шейкера. Ну, как прыгают. Шейкер смирился с этим, с тем, что он умер. Я просто понял, что бессмысленно это отрицать. 4200 у Сикера. Эра, в курсе, что он не гамбит, не этот герой? Того героя уже давно нет в доте. Так, я вижу, аганим появился. Эра, пизгуй. Запусти меня. Заполочил просто. Да, это все-таки будет тот самый Блатсикер. А может, Рапира? Угу. Тогда сразу уволен. Смотри, 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 смотри. Опа! Сюда иди. Да, и там тут, конечно, натерпится. И еще дуэлька даже. Вот сейчас был ботагон у Сикера. Прям сразу лопнул. Тогда легионка дуэль не за... Да... Какой же романтизм, Роман? Не, понятно, что можно было отнастелить кучу всего, но... Сейчас нормальная легионочка в итоге пришла. У нее там уже 100 плюс урона. Понимаешь, что такое вот просто сотка плюс урона? Так, сейчас у нас там бэтрайдер... Хорошо, на холмик запрыгнул и улетел. Великолепно. Получилось, прикольно. И вот он, Сикер. Вот мой любимый Сикер с Радианцем. Ну, не знаю. Я просто не особо фанат таких вот персонажей. Ну, вернее, фанат Сикера, но не фанат его с Радиком. Да, есть такое дело. И опять 12 тысяч преимущества. Хотя оказалось, что Фантастик Файв уже половину отыграли. Они-то и отыграли, но потом смогли успешно упустить это вновь. Нет, ну, в теории, мне кажется, у Ф5 шансы присутствуют. Просто Escape нужно понимать тоже, что игра-то это не резиновая. Рано или поздно можно что-то разваливать. Пора бы задуматься над тем, как бы переходить уже в более активную фазу. Понимаешь, если бы не Легионка, мне кажется, они бы уже давным-давно перешли в активную фазу. А так им ЛЦ говорит, а давайте я сейчас еще, у меня там сотка уже есть. Давайте, может быть, 200. Ну, так, чтобы на рекорд. Ну, я бы не особо опасался, потому что со временем эта Легионка реально прыгнет с дуэлью и просто уничтожит любого. Аннигилирует. Ну, нет, аннигилирует не надо. Взаим уничтожится. Нет. Так вот. Легионка, поехали, огоним. Все-таки он это сделал. Да ладно, долго батьил. Я тебя просто троллирую. Я понял, хорошо. Бэтрайдер. Да, Шейкер бросается от бега и Шейкер тоже, да, улетит. По идее... Да-да-да-да. Может, Коке пора что-то брать, чтобы ТП сбивать, я не знаю. Башер, например, да. Башер, Эбисол. Неплохой вариант. А с другой стороны можно продолжать какие-то там интересные отваги собирать. Кирасу взять, например. И точно так же быть не в состоянии кого-то убивать, потому что он будет делать ТП-аут. Мьёльнир. Эм... Повторяю предыдущую. Да ладно, да подожди, но это только в таком положении. Я говорю, тут есть два варианта. Или ТП сбивать. Или же убивать. Не, ну для того, чтобы убивать, надо сбивать ТП. Потому что люди нажимают ТП. Ну... Не, некоторые не успевают, типа, там, Шейкер, например, он просто дохленький. Синдерона вновь идут убивать. Тут просто вот эти караваны, которые ходят до Синдерона каждый раз просто вот без остановки. Он уже, кажется, понял, что он... Ну у него вот посох, который с рукой, он так медленно так, средний палец скручивает и назад показывает тем, кто на него идёт. Удаляется. Да, и просто скрывается за горизонтом. Ну в итоге F5 потратили смок. Впустую получается. Центральная ушка подпушивает вроде эскейп. Кстати, говорил я впустую, но нет. Синдероны тут умудрился. Но там могут забрать Клокверка, так что это будет... Ой! Клокверк! Да. Но приходит поддержка, приходит поддержка и выпивают просто Легион Командер. Шейкер добивает. Стилер. Шейк Стилер? Йеп. Есть лайф Стилер, это Шейк Стилер. Койпа? Да, его видели, видели, что он ушёл в инвиз и примерно даже видели направление. Вот, просветочки. Клокверк говорит, нет, я к другой стеночке прижмусь пока, вы уж извините. А сбивать нечем. Нет ни Лассо, нет ни ультимейта Клокверка. Да, всё уже было потрачено. Только что на Легионку. Обидненько. Ну да, забрать топ-1 на Творца сейчас было бы очень круто. Эллидан, вот, вроде бы, казалось, там, всё очень плохо у Фантастик 5. Их там месяц, 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 26-16. Но, если посмотреть, вот у него появляется и Зерел Блейд. Он сейчас этому Сикеру или Зевсу скажет, иди сюда. Да, он уже убивает Сикера и прыгает дальше на Ябзора. Ябзор тоже должен погибать. Ты горает, он от Ваерфлая. Вот и всё. Это уже минус толпа. А всё потому, что Сикер, Сикер заруинил игру. Но тут есть, тут есть Койква, он пытается убить Пугну. Да, он уже должен погибать, не надо за ним бежать, Койква. Койква. Ну вот это... Всё. Это победа. Поздравляю команду Фантастик 5. Они большие молодцы. Ну, Койква, мне кажется, всё правильно делал. Вот только бежать не нужно было за Сикером. Он погиб там от... Сикер изначально всё неправильно делал. Вот этот Итембилд его, эти 4000 в подвешенном состоянии, которые висели минут 10. То есть он их не тратил, он ничего не покупал. Тут я согласен. Я даже думал, что его Радик станет какой-то неожиданностью. Ну, купи ты этот Сакрот, я не знаю, у тебя прибавится 60 атаки, ты хотя бы в драке будешь быстрее работать. Крипово будешь быстрее фармить. То есть если ты передумаешь... Клокверк внизу, врывается в Легион Командор, вроде как. Кизу может погибнуть, пресс за атаку использует. О, Клокверк. Ну, правда, да. Клокверк. Дарит лишний урон. Ну, тут очень здорово помог, конечно, Варлок. При этом сам погибает, Морфинг уничтожает его. Иллидан. Нужно бежать. Виктор Сферу сбили. Уллидан, если что, есть еще реплика, поэтому все будет окей. Смотри, что делает Тиндорен. И смотри, кто бежит. Бежит Бладсикер. Пора улетать, наверное. Да, реплику Морф увел. И прям под базой пытался сделать ТП-аут, но не получилось. Кезу ожидал ее. А почему реплика его там оказалась? А потому что он делал ее из Легионки, которая была уже почти под фонтаном. И, видимо, уводить ее не решился, потому что там было мало хитпоинтов у реплики. Понял. И ее, скорее всего, бы забрали. Окей. Но классно загрался Синдором в этой ситуации. Видел, он бодиблочил... Големом? Големом. Да, он молодец. Большой молодец. Не до конца, конечно, все получилось, но вот в какой-то момент он выиграл из своей команды. Какое-то время минимальное. А вот и Морф, который потихоньку пробирается на вершину пищевой цепочки. Об этом же и речь. Морф побеждает. Морф чемпион. Соль в том, что Морфинг в лейтгейме это страшнейший персонаж. А герои эскейпа, они не предназначены для такого жесткого лейтгейма. Ну, то есть, тут, конечно, есть варианты. Легионка может неплохо месить. Лейфстиллер тоже неплох. А вот остальные, ну, тут сложно говорить. Опять же, Зевс против невосприимчивости к магии не может работать. То есть, прикупится какой-то БКБ, например, Морф, и Зевс уже будет бесполезен. Против конкретно этого героя. Все так и есть. Двадцать девять на двадцать. Ну, и вот теперь Фантастик Файв. Они, по сути, понимают то, что могут выиграть практически любой замес сейчас. С Морфом, конечно же. И поэтому не особо стесняются выходить. Вот он, Морф. Перекачанный, кстати. Сейчас немножко подкачивался в ловкость. Знаю то местоположение Морфинга. Есть там Observer Art, который стоит очень неплохо у команды Escape. Три героя команды Фантастик Файв в смоке выдвигаются в сторону Варлока. В очередной раз, Финдерен. Может, хватит? Он прям напрашивается. Вот у тебя четыре человека стоят с другой стороны линии. Почему ты стоишь здесь? Это план. Угостит? Какой-то интересный, но план. Ну, да, видимо. Так, вот он, Зевс, подсветил. Слушай, на получали урон, а тут три героя еще залетают. Ох, шикер закончился. А, там и сикер побежал. Посмотри, что он делает. Просто на ноге несется. Там скоро пройдет кулдаун у Кезу. БЗЗ немножко перелил хитпоинтов. Сам чуть не перелился от этого. И упрыгивает Бэтрайдер. Да, ну и его... Юл. А, успевает! И есть такое дело. И Бэтрайдер тоже погибает. Минус два делает команда Escape. И это свободный рашан для них. Халявка, реально. Они так подошли вместе, вот троем. Три героя стали под рашану. Он там и клэпать начал, и что угодно. И просто залетает туда. Это было действительно очень странно. Подровелный Годз залетел туда. Все залетело. Там шейкер умер еще до начала драки. Да, да. Там легионка даже в него дуэль не успела дать. Она просто прыгает, а шейкер уже там потихонечку разлагается. То есть... А как тебе решение ультимейт использовать сейчас с Индероном? Хм. Где? А-а-а! Не знаю. Вот и я не знаю. Ну и зрители оценят. Я могу ему сейчас в скайпе написать. Я думаю, он тоже скажет. Блин, ну хз. А что, говорит, а не так надо использовать? Рука не уронилась. А-а-а, до свидания. И еще дуэлька. 144 урона. Идем на рекорды. Кстати, какой там максимально набирал урон на легионке? Да, если бы я знал, если бы где-то была эта информация в открытом доступе. Я верен, она где-то есть, но нужно же понимать. Опа, еще бы мог поймать и... Да, там без дуэльки. Без дуэльки 30 секунд еще. Так вот, может быть и есть такая инфа в открытом доступе где-нибудь на дат-доте. Не знаю, но это надо рыться, искать. Не моего ума дело. Ну вот с появлением этой вот колонки новой, да, вполне вероятно, что такая информация реально есть. Ну, которая показывает эти вот статус-бары там у Сайленсера, у... А, ну, может быть, может быть. У Джа и вот, возможно, урон тоже. Ёл. Подрубая батарейки, хукшот в никуда. Ну, Коги хорошая, хукшот-то в никуда. Убивает шейкера Лайфстилера, просто в одиночку дальше пошел в атаку. Под Сайленсом находится Бэтрайдер. Ну, вообще Лайфстилер откровенно постеснялся нападать на Бэтрайдера, но вот легионка не шибко стесняется. Ну и минус 3, теперь мы видим то, что и F5 из-за скоропостижной кончины Марфа не могут сражаться. И у них Сикер, Сикер. Смотрите, смотри, что он покупает. Как же я люблю таких героев. Бустер. Сейчас бы, да, сейчас бы... Калибровку пройти на Сикере. Я калибру. В открытой квале. Вернее, в региональной квале на бостонский мейджор. Да, я беру Рэддиенс, Экатарин, я калибрую. Здравствуйте, я калибрую. Девушка, я калибрую. Аганим появляется, между прочим, у Зевса. Очень-очень неплохо, между прочим. А в миде драка вновь завязывается. Койква получает хукшот. Ну, урона по нему никакого не входит. Он дальше дерется. Запрыгивает катапульту. Угнал телегу. О, легионка. Привет. Ты видел, что там 4-3-3 было, вылетела плюха? А я подсказываю, что у легионки нет критов. Там у неё уже родной урон потихонечку подходит к 4 соткам. Беда, слушай. Вот, у неё 369 урона. Проблема в том, что такая легионка будет просто прыгать там в какого-то морфинга, например, в драке, и уничтожать его. Ну да. Это, конечно, не очень круто. Это проблема для Fantastic Five, то, что они её вот так откормили. Опа-опа, смотри. Рон-дон-дон. Тон-то-рон-то-рон. Поехал, поехал, поехал. Я всегда говорю, когда такая ситуация происходит, нужно переносить управление на клавиши W, ASD. И... Чтоб ты мог как в Need for Speed. И от первого лица включать. Да, ну от третьего, от третьего получается. Вот за телегой, и ты такой... Не, лучше от первого. Зачем от первого? Ты едешь, просто видишь всё своими глазами. Да не, 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 не. Не, ну от первого это... Я вообще не знаю, кто так ездит в этих кабинах. Ты знаешь, многие, кто играет в гоночки, они, правда, ездят от первого лица. Я тоже удивляюсь этому, но есть такие. Такие они вообще странные. Фетишисты. Угу. 35-21. 40-ая минута игры подходит к концу. Графики переваливают за 25 тысяч уже. По опыту то же самое. Страшно смотреть даже. Снова Синдерен. Это какая-то вечная драка. Вечная драка и вечная драма. Вечная драка Синдерена и смерти? Да. Он просто как будто вот, знаешь, он просится, запрашивается. Он каждый раз, когда делает удар этим посохом, это как стук в дверь к смерти, смотри. Достучался. Тук-тук, откройся. Сколько он там уже? Настучал? Только 7 раз, слушай, что-то мы чрезмерно рафлим. Да ну просто кроме него никто так не погибает обычно, вот прям вот так вот. Стоит просто всегда в одном месте. Знаешь, кроме чего, я думал, что и Сикер скоро будет так умирать, пока он октарин этот не собрал, ну вернее еще не собрал, но скоро будет. О, пугна. Смотри, пошел. Ты заметил, что Легионка купила? Я, конечно, понимаю, что сейчас Сикера должны убить. Не-не, убьют, убьют Сикера, по идее. Или нет? Э, 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 э! А крипа добить, крипа, крипа! Хорош! И дальше драться! Нет. Я уже нервничать начал. Нет, ну был он крипа причем добил, он подрегенился, он молодец, он все правильно делал, но вот немножечко не хватило. Смотри, смотри, БЗЗ, на кейтсо. Ты понимаешь, что вокруг него бегают все, и Легионка, Легионка, Легионка! Ты понимаешь, что БЗЗ говорит, нет! Роман. Зачем? Ну зачем тебе рефрешер? Что ты собираешься делать? Что ты такое? Да нет, ну что, прикольно. Врыв на Бэтрайдера. Да все, ну он... О-о-о-о! Почти получилось! Так там реально не хватило хитпоинтов 20, наверное. Там уже второе деление заполнялось, а урона было 470 нанесено. БЗЗ все грамотно делал, морфинг убивает Зевса, но тут есть дуэличка, пока морф сражается, сражается как мужчина. Неплохо получается, Кезу подрубает БКБ, и он даже победит морфу! Спасибо, спасибо, Легионка, we have a winner! Причем он поражал просто рефрешер, и еще раз ему дуэль подарил урона, говорит, да, забирай. Вот и Кезу спрашивает, что-то случилось? С чем, блин? Ну вот это... ИЛИДАН, спасибо! Спасибо тебе большое, Илья! Ты видел, что он написал? Я хочу, вот просто... Сейчас, 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 подержите, подержите, пожалуйста, я фотографирую. Смотрите, я снимаю. В подпись на ПД просто сейчас. Да-да-да-да-да-да-да, сейчас. Опа! Все! Идеально! Мне кажется, если да, нам хорошая команда была бы. Идеальная, возможно, команда. Нет, это было реально смешно. Просто человек дает дуэль, видишь, что, ну, как бы, не может убить за дуэль, ничего не может вообще победить. Даже, ну, просто не выигрывает морфа один на один. Дает еще одну дуэль через рефрешер и дарит урон морфу. По-моему, неплохо. О, вот у этого парня рефрешер, тоже серьезное приобретение, у Дисентерена. Ну, вот, у него по делу. У него, действительно. Ну, у него просто уже аганим есть, поэтому можно и рефрешер. А вот если бы был аганим рефрешер, кстати, в регионке, о, это дело. Да. Ну, и 37 на 25. Какой-то невероятный махач. Койква просто горает в этой игре, я смотрю, по артефактам. В смысле? У него все нормально. Что тебе не нравится? Это прекрасно прям. Ну, смотри, у него 300 урона, Блад Торн смотрится очень неплохо. Ну, Муншард вообще замечательно. Смотри. Контроля не хватает. Контроля, команде эскейп. Ну, это понятное дело. Ну, возможно, надеяться на то, что големов хватит, но я бы тоже голосовал за приобретение какого-то башера там с выходом в Абисал. Ой. Что-то не туда, возможно, морф. Ай, да ладно? На, или да? Великолепно. Просто великолепно. Минус голем, минус БКБ. Просто все там, понажимали на панике, парни. Угу. А гоним у Бэтрайдера. О, как же это круто. Слушай, ну, я сейчас уверен в том, что у Фантастик 5 есть шансы победить в этой встрече, если Бэтрайдер хорошо войдет. Ну, возможно, кстати, вот в ближайшие драки эти вопросы решатся все, потому что интересное положение сейчас у команды Фантастик 5, конкретно на карте посмотреть. Подходит легионка. Видит сейчас... Кто это был? У нас БЗЗ, да. БЗЗ уходит. Поймали. Слушай, ну, ЛЦ могут высосать, высасывают, и это смерть. Причем Бэтрайдер по-прежнему живет, но там под Рапчером у нас находится Иллидан, но он пока расправляется с големами без каких-либо проблем. В итоге размен 0 в 2. Интересно, такой размен получился. Зевс тут тоже будет умирать. Да, Эзериал в него залетает, это 3 фрага от Фантастик 5. Ну, Бэтрайдера потеряли. Ладно. Ой, Шейкер. Неплохо получилось. Иллидан еще дерется и живет неплохо. Иллидан пытается добить Йолла. Прилетает от него там в Тивстрайк. Иллидан должен погибать. Еще удар нужен. Отлично. Слушай, реплика, реплика, реплика. Уведи реплику. Придется, наверное, на нее как-то тпшиться. У него очень мало здоровья. Лайстиллер мог бы ее просто съесть. Да, и Рейдж нажимается. Иллидан своей формы уходит. Нет, нет, нет. Больше ничего не осталось. Йолл, просветка говорит, иди отсюда. Ну, можно когами закрыться, я думаю. А, вот теперь нельзя. И тут баунтируна. Говорит, будешь богатым, будешь богатым, Клокверк. Только не умирай. Хорошо. Заканчивается действие Таленса и Коги. Смотри, смотри, спрятался за деревом. Говорит, меня здесь нет. А чего они пингуют у него? Ну, они пингуют то, что он реально за деревом спрятался. Его бы там не было видно. Вот в чем штука. То есть, Вижен в Доте важная вещица, как оказалось. Вот, нам показывают Курьер. Ты посмотри, какой нанотехнологичный у нас есть инструмент. Показывают курицу, которая принесла артефакты. Красиво, причем показывают. Артефакты показывает, да, сами. Артефакт великолепно. Вот это я называю нанотехнологией. Где вы еще такое можете увидеть? А? 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 Ну, на Маниле еще такое было, ладно. Мне сразу приказали эти видео про БТС, про фонтан и про проще. Да, да, да. Картинка в картинке. Фэнси шу с камерой. Ластилер. Сильверэш через 5 секунд будет доступен. Можно попытаться кого-нибудь подрезать. Третий уровень Дагона. Если я не ошибаюсь, уже у Пугны. Проверяйте меня. Второй. Блин. Ну, второй, третий, третий, четвертый самое сложное. Не, ну, третий, он уже просто больше похож на дьявольскую вилку, а второй, он прямо... Я себе, этот, над кроватью повешу сверху. Пять Дагонов? Пять Дагонов. Подпишу их. Буду распределять. Распознавать. У меня, у меня у Стасина у моего сейчас такие задания в садике. Не с Дагонами, конечно, но... Мы с ним не сильно отличаемся в развитии, мне кажется. Я к этой шутке и подводил постепенно, так что ты неплохо справился. Да, Шейкеру прилетает еще и медальон. Слушай, ну, действительно, нанотехнологические камеры у нас. Не-не, я тоже оценил. Молодцы. А еще у нас самые скромные режиссеры трансляции, которые нам тут сейчас... Подсказывают. Классные с кем, какие они классные. Что дальше будет Сикер собирать, вот в чем вопрос. Манта Стайл? Твои предположения. Вообще, реально, все еще Диас Дагон ратую здесь. Вот просто Дагончик, поехали. Правда, он уже не вписывается особо в билд его. Хотя, с другой стороны, Актарин, Дагон, по-моему, неплохо. Еще в какой-нибудь Эзериал, в придачу. Блин, ну реально, какой-то же билл был бы. У Сикера. Ну реально. Тут бегает он сейчас с Актарином и с Радиком. Нет, то, что у него сейчас, это как бы полная некомпетентность. Нет, ну это набор, то есть суп-набор. Суп-набор, да. Для вот этого парня, для Морфлинга, это действительно суп-набор. Две супа харчо, мне кажется. Ну тут уже немножко горячеватее стало, Алексей. Да. Смотри, подходит, подводит вторую иллюзию. Вообще, можно было себя туда подвести, такой, типа, невзначай, а у тебя иллюзия в 15 раз больше урона наносит. Ну, наконец-то и в 5 немного тоже подпушили. Вот это точно третий Дагон уже. Да, да. Смотри, заливает хитпоинты. Держи, говорит, братюнь. Ну он может у других ребят одолжить немного. Круговорот хп. Ты понимаешь, что счет 41-29, но в последнее время драк мы особо не наблюдаем таких прям жестких. Мы среди минуты 3, наверное, 4. Даже РМН, Глимер Кейп. Эра его вроде как заметил даже. Ну, вообще, да. Кринги точно были. Смотри, что у нас там Кезу? Кезу стики себе принес, чужие причем. Неплохо. Может быть, это, да, это Койква. Может, Койква его просто затралил? Пранкер, пранкер. Дал ему стики, ну действительно. Круто работает. Пугна, конечно, уже на этой стадии. Немножечко потерял хп. Благодаря Рапчур Бэтрайдер сразу же ему подзалило Пугна. Пугна это он, кстати. Все верно. Так что подзалил. Что еще больше смущает, но ладно. Не в этом суть. Так вот. Понял, почему ты ведешь. Нет, конечно же, я ничего такого в виду не имею. Смотри, что получается. Получается, наконец-то появляется Башер. Наконец-то появляется БКБ у той же Легионки. Ее хотя бы сейчас ваншоте, там морфлинг не будет. Но у Легионки 180 бонусного урона. Это, конечно, мило, но она, пока мы видели ее, смартфон ничего сделать не может. Кстати, по-моему, по этой причине собирает себе Лев Лич. То есть я видел там уже масочку. Кого? Масочку смерти. Хорошо. Пошел, запамятовал совсем уже. Не, ну она так просто еще, помню, называлась лет 15 назад. Я, кстати, даже сейчас тебе не скажу, как она называется. Кроме того, что масочка смерти. Ну вот я тоже так ее называю до сих пор. Ну да. Смотри, смотри, смотри. Поймали у нас одного. Он так посохом. Ты видел, как он махал? Махал. Фу, да гон. Это лучше оружие в игре. Я проверял, я знаю. Ну, правда, это Синдерон, он привык. Да, его, мне кажется, чем угодно можно было убить. Затыкать пальцами. Летает флеймбрейк. Опа, прыгает Легионочка. Отлично прыгает. Хорошо, хорошо прыгает, ничего не скажешь. Тут уже сдуло Зевса. И вот она бежит, Легионка. Легионка. Легионка, Легионочка. Мне кажется, недавно не хватает еще какого-то скадзи, чтобы так от него не убегали люди просто. И будет вообще замечательно. Ну да, возможно. Возможно сейчас пока он прячется. А, просто делает тэп-аут. Но у него там либо кровава, либо еще что-то поможет. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой контроль замечательный. Тут дуэличка пошла. Засывить, я думаю, не... А нет, езди крипифай. Очень своевременный. Кубы ЗЗЗИ, как они контролят. Миссии, вынеси. Как они играют. Будете знать, как плохие артефакты собирать. Вот это реально наказание просто за плохие артефакты. Блад Сикер, Легионки. Вот эти вот всем ребяткам. Явная просто демонстрация того, что булки вы расслабляете и вас сносят. Да, причем мы об этом говорили еще минут, наверное, 30 назад. То, что к этому все может прийти, если буду так расхлябанно действовать эскейп. Я-то думал, там нормальные итем-билды будут, а не радианцы, актарины эти. Опа. Там аганим к Йолу летит. Да. Синдерен? Синдерен. Просто говоришь Синдерен, и все знают, что происходит уже. Аганим появляется. Уклок вверх. 1-0, Алексей. Ты о чем вспомнишь? Сейчас вы меня смотрите. Я только что об этом говорил просто. А-а. Блин. И минус вышка. Как это я не расслышал-то. Интересно. У меня есть пара теорий. Смотри. Замечательные Коги. Вытолкнули Зевса. Также с ним легко расправились. Ну, понятно, что тут Фантастик Файв побеждают. Как мы уже говорили, тут ничто ни на что не влияет. Вот. Вот это конкретно, мне кажется, основная причина того, что мы видели в этой игре. Тут ребята и чатились, и фанились, и расслаблялись где-то, наверное. Неприятно, я думаю, проигрывать Escape все равно. С другой стороны, когда ты ни на что уже не претендуешь. Ну, в этом ничего страшного для тебя и нет, соответственно. Ничего не теряешь. Оп. Редан говорит, 10 килов не сделали, сеты не увидите. Такой квест. Сделать 10 килов на БЗЖ. А у него 9, да. 9 смертей просто. Ну, снова. Замечательно. Копифай работает и пополняет здоровье Клокверку, Дагоном, добивающий при этом Легион Коммандор. БЗЖ рукастый парень. Ну, вот видишь, не зря у него напуганный эсцетик. Значит, примерно понимает, что нужно с этим героем делать. Бам-бам-бам. Говорит, ну что, как там тебе, Акторин твой? Вот это вот. Норм? Норм? Бладсикер. Радианс. Вот урон наносишь вокруг, 50 единиц. Ну, 50 единиц. Да, вот Клокверк вновь, кстати, с Индерен. Нет? Пока еще нет. Все-таки, да. Да не надо говорить дальше. Тут все понятно. Нет, слушай, он голем успел кинуть. Хорошо, дерется. Ух, Галидан на получал. Ну, уходит на реплику, пока живет. Чуть было не погиб, но не добивает его. Эра и Хукшот. И взрывают Эру. До свидули. Правда, в ответ Зевс убивает Клокверка. Не плохо. Пахач начинает с отрывла у Клокверка, чтобы быстрее прийти. Все бегут, все бегут. Все бегут драться. Пошла ультимативная Шейкер едва не погиб. Шейкер убегает к себе под фонтан с телефона. Сты на Эру. Просто 5-2-2 поехали. 6-44. Что там уже ужас какой-то происходит просто. Говорит, ребят, вы слишком скучные. Ну, вообще не Ламбо, а Феррари, раз уж на то пошло. Красненький все-таки. Рапира у Шейкина. Хорошо, что я ее не пугно только что купил. Рапиру эту. Там просто трон уже голый так-то. Вот он Шейкирос. Сейчас смотри. Просто с тотема заряжает. 880 урона. А кто-то ж проводил, по-моему, я на Reddit видел тему, когда еще вот меняли немного Сикера. Сколько там максимально он может набрать-то? Ты не в курсе? Чего? По скорости. Ой, я не помню. Там косарь какой-то. Там очень много, да. Там очень много. Он реально летает через всю карту. Да, пишут просто ГГ. Неплохо сыграно ребятами из F5. Я выяснил, что Аганим на Легионке лучше, чем Рефрешер. Уже неплохо. Теперь, когда Каспу будут предъявлять, что что-то не так, он будет показывать эту картинку. Скрин просто показываю, говорю, господа, господа, вот пожалуйста, Илья Певцаев, собственно, Аганим. Выдано тогда-то, тогда-то. Да, 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 да. Ну, ладно. Интересная получилась игра. Понятно, что мясная. Да, веселая. Команды играли на расслабоне. Это тоже вполне себе нормально. Единственные, кто, наверное, сгорели, это те, кто ставки делают на подобные матчи. Это ваши проблемы, ребята. Да, потому что на такие матчи я бы тоже, вероятно, воздержался делать ставки, ибо тут чистый фан, потому что они ничего не решают. Если у вас денег некуда девать, то лучше отправлять их нам, конечно. То есть, внизу, значит, реквизиты сразу выезжают. Господа, мы с вами ненадолго попрощаемся, после чего наша студия аналитики, возможно, сможет объяснить, что там происходило. Я не уверен. Удачи, парни. Ну, удачи, ребят, да, действительно. Удачи. 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 Онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и баты команды. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ КОС. Ты точно знаешь, кто победит.